МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На столкновение опрокинулся легковой автомобиль. Стрельба из винтовки Мосина и коктейль Молотова. В Рогачевском районе мужчина из неприязни решил устрашить сотрудников милиции. А также очередное нападение на таксиста. В Гомеле два нетрезвых пассажира выясняли отношения с водителем. Фликер вместо билета. В Управлении госавтоинспекции подготовили подарок для всех школьников, соблюдающих правила дорожного движения. На время осенних каникул дети, которые носят с собой световозвращающие элементы, могут ехать в маршрутных такси, не оплачивая проезд. Достаточно предъявить фликер, и водитель подвезет до нужной остановки. Акция госавтоинспекции является уникальной для Беларуси. Ранее ничего подобного не было ни в одном регионе нашей страны. До 8 ноября любой школьник, показав в маршрутке фликер, может ехать в ней как по проездному билету. В госавтоинспекции рассказали, что акция носит профилактический характер и направлена на популяризацию среди молодежи необходимости пользоваться в темное время суток световозвращающими элементами. В сельской местности, например, согласно статистике, более 60% наездов на пешеходов обусловлены отсутствием на их одежде фликеров. Световозвращающие элементы повышают значительно безопасность дорожного движения. Они делают заметным ребенка в пять раз, на расстоянии более в пять раз, по сравнению, если бы ребенок не был обозначен. Ведь для родителей необходимо задуматься, что ребенок вот в этом возрасте, ввиду своих психологических особенностей этого возраста, он может принимать внезапные решения, может внезапно решить, что надо перебежать на другую сторону дороги. А в темное время суток, которое сейчас увеличивается при наличии фликера, это позволит водителю заметить раньше ребенка и, соответственно, снизить скорость и, возможно, избежать этого дорожного происшествия, которое может и не случиться. В погоне за мотоциклистом сотрудники ДПС на этой неделе преследовали водителя, который решил, что его мотоцикл быстрее экипажа ГАИ, но сильно ошибся. Погоня началась на трассе М-8 в Витебс-Гомель, неподалеку от деревни Залипье. Вместо того, чтобы выполнить требования об остановке, водитель мотоцикла Ямаха прибавил газу и попытался оторваться от стражей дорог. Но не вышло. Сотрудники ДПС то и дело догоняли мотоциклиста. При первом же удобном случае нарушитель свернул на проселочную дорогу и попытался скрыться от инспекторов в лесу. Мотоцикл застрял на неровном грунте, а сам лихач был задержан при попытке к бегству. Задержанным оказался мужчина, который до этого был уже лишен права управления за вождение в нетрезвом виде. Также на мужчину было составлено шесть административных протоколов, в том числе из-за пересечения двойной сплошной. А в Октябрьском районе в результате ДТП опрокинулся лесовоз. Неподалеку от деревни Заозерье грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем «Волга». После аварии бревна раскидала, лесовоз перегородил проезжую часть, а легковушка, получив обширные механические повреждения, отправилась в кювет. В ДТП пострадала женщина-пассажир, которая находилась на переднем сидении автомобиля «Волга». В Гомеле на улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие из разрядка «Курьезных». Избегая столкновения с иномаркой «Ниссан», на бок перевернулся легковой автомобиль «Форд Фокус». Водитель «Ниссана» подрезал водителя «Форда», в результате чего тот не справился с управлением и заехал на бордюр. Машина легла на правый бок, после чего ее протащило по тротуару еще несколько метров. В автомобиле «Форд» находилось несколько человек. По информации ГАИ, никто из них не пострадал. Водитель был трезв. Возвращать перевернутое авто на колеса пришлось сотрудникам МЧС. По сильную помощь оказали прохожие. Курение нередко является прямой угрозой для жизни человека. Это регулярно подтверждают сводки МЧС. В Гомельской области за прошедшую неделю на пожарах погибло два человека. Неосторожное обращение с непогашенной сигаретой стоило жизни жителю Калинковичей и мужчине из Гомельского района. На пожаре в райцентре огнем был сильно поврежден жилой дом по улице Данилова. К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли деревянного строения. При проведении разведки звеном газодомозащитной службы на веранде был обнаружен труп мужчины. Его личность сейчас устанавливается. В целом, несмотря на то, что на территории области сложилась положительная динамика снижения как количества пожаров, так и количества погибших от них людей, но сам человеческий фактор оставляет желать лучшего. Если брать прошедшую неделю, то только за неделю мы потеряли шесть соотечественников. Основной причиной их гибели послужило нахождение в состоянии алкогольного опьянения. То есть, кроме постельных принадлежностей, в действительности в доме практически ничего не пострадало. В тот же день в Гомельском районе на пожаре в частном доме поселка Ильич погиб 55-летний местный житель. Из задымленного помещения мужчину вытащили соседи. Он не подавал признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть хозяина домовладения. Главная версия возгорания все та же – неосторожное обращение с огнем при курении. Мы видим эту проблему, видим, что МЧС в принципе некомпетентно на нее влиять. Но другой ситуации нам не остается, как увлекать сюда всех заинтересованных. Все службы, начиная от органов здравоохранения, внутренних дел, комитета по труду и социальной защите, в том числе и трудовые коллективы. И на сегодняшнем этапе мы пытаемся совместно с наркологической областной службой создать вот такой алгоритм воздействия на людей, которые уже склонны, так сказать, зависимы от алкоголя. И тем самым итоги будут подведены в конце декабря с участием областной прокуратуры, где будет дана оценка работы всем субъектам профилактики правонарушения на влияние на эту ситуацию, в том числе и субъектам хозяйствования, где созданы и действуют комиссии по борьбе с пьянством. Нешуточные страсти со стрельбой из винтовки и поджогом бутылки с бензином разыгрались поздним вечером 26 октября в Рогачевском районе. Пьяный сельчанин хотел попугать милиционеров. Мужчина задержан. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Не исключено, что после проведения соответствующих экспертиз к этой статье могут добавиться еще несколько. В связи с рядом проводимых профилактических мероприятий в Рогачевском районе на автодорогах сейчас расставлены милицейские посты. Рядом с одним из них в деревне Столпня и разворачивались боевые события. По предварительной информации, 30-летний сельчанин, вооруженный винтовкой Мосина, около 23 часов поджег бутылку с бензином, но в последний момент, испугавшись шагов у двери, выронил ее и стал убегать. Сотрудники вышли к горящей на асфальте жидкости уточнить, что произошло. Но через несколько секунд во тьме прозвучал выстрел. Убегая в сторону поля, мужчина выстрелил еще раз. Милиционеры доложили о случившемся в дежурную часть. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, ночного стрелка вскоре задержали. Подозреваемый был задержан по месту жительства родителей в деревне Столпня, где он проживал примерно с лета. По словам подозреваемого, в тот вечер у него внезапно возникли неприязненные чувства по отношению к сотрудникам милиции. И после распития спиртных напитков он решил таким образом припугнуть милиционеров, которые дежурили на посту за деревней. В доме родителей дебошира была обнаружена винтовка системы Мосина. Более полутора сотни патронов различного калибра, пулеметная лента и другие предметы, указывающие на то, что мужчина долгое время серьезно занимался сбором оружия и раскопками на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. С следствия города Рогачево на исследование поступили 7 патронов калибра 7,62х54Р. По результатам проведенной экспертизы, объекты признаны боеприпасами, для стрельбы непригодны. В настоящее время проводятся исследования остальных объектов, поступивших из города Рогачево. Пока проведение экспертных исследований полностью не закончено, мужчина задержан по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Хулиганство с применением оружия и взрывчатых веществ. В случае признания оружия и боеприпасов годными для производства выстрелов, в его уголовном деле может добавиться как минимум еще одна статья. Очередной случай нападения на таксиста произошел на прошлой неделе в Гомеле. На этот раз закончилось все без трагических последствий. Водитель получил легкое ножевое ранение. Ранним утром в субботу двое подвыпивших мужчин, выйдя из увеселительного заведения, сели в такси, чтобы добраться до новостроек по улице Пениськово. Их состояние и буйное поведение не понравилось водителю. И проехав несколько метров, он остановил машину. По версии следствия, 28 октября в Гомеле между водителем такси и двумя его нетрезвыми пассажирами в салоне автомобиля возник конфликт. В итоге водитель не довез пассажиров до указанного адреса, а те, в свою очередь, отказались оплачивать проезд. Когда все трое находились на улице, один из пассажиров схватил нож и нанес водителю удар в область грудной клетки, причинив ему непроникающее колото-резанное ранение. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изоляторе временного содержания. С его участием проводится необходимое следственное действие. Следственно-оперативная группа допросила потерпевшего и осмотрела прилегающую территорию с целью установления обстоятельств конфликта, обнаружения следов и предметов, имеющих отношение к происшествию. На месте происшествия в мусорном контейнере было найдено предполагаемое орудие преступления. Сейчас нам предстоит выяснить, принадлежал ли данный нож одному из задержанных. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 28-летнему ранее неоднократно судимому за угон, грабеж и незаконный оборот наркотических средств мужчине грозит новое наказание продолжительностью до 10 лет лишения свободы. Некоторые граждане ищут нестандартные способы поправить свое материальное положение. Попытки сделать это против закона зачастую приводят их на скамью подсудимых. Зарплата продавца продуктового магазина оказалась не такой высокой, как хотелось 30-летней работнице одной из торговых сетей города. К тому же деньги девушки были постоянно необходимы на лечение больной дочери. Являясь лицом материально ответственным, она разработала схему для улучшения своего материального положения, к реализации которой приступила в начале лета. Следствием установлено, что девушка, работая в должности контролера-кассира, на протяжении полутора месяцев, используя ключ отмены, находящийся в свободном доступе, производила отменные операции по отдельным позициям чеки, после чего вырученные деньги похищала из кассы магазина. Действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Присвоение либо растрата». Дело направлено прокурору на ознакомление для передачи в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой – лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Руководитель одного из гомельских предприятий пошел другим, более изощренным путем. С декабря 2016 по август 2017 годов он приписывал себе в табель учета рабочего времени часы преподавания, которые фактически не были им отработаны. Следственным установлено, что заместителем директора филиала из корыстной заинтересованности были внесены изменения, заведомо ложные в табеля учета рабочего времени преподавателей, в результате чего заместитель директора получал повышенную заработную плату. Действия руководителя квалифицированы по части 1 статьи 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Служебный подлог». Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – лишение свободы на срок до 2 лет. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова